Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам про крайне необычный NFT проект, который выделяется не только своей идеей, но также и своей моделью заработка. Я бы даже сказал, что данный проект представляет собой гибрид из двух популярных типов блокчейн-проектов. Классическая NFT коллекция и дефляционного токена с налогом. А называется данный проект Mars4. В основе Mars4 лежит лимитированная коллекция NFT, состоящая из почти 100 тысяч карточек. Только в отличие от других проектов, каждый NFT токен в Mars4 является не просто картинкой рандомного персонажа, а вполне реальным объектом, участком земли на Марсе. То есть, покупая NFT от Mars4, вы становитесь как бы владельцем реально существующего участка земли на Марсе. И можете называться гордым названием Марсианин. И так же, как в других NFT проектах, у Mars4 есть деление токенов на классификации. Обычный, редкий, суперредкий и так далее. На обычных картинках изображены просто ничем не примечательные участки Красной планеты. Но вот на более редких картах встречаются уникальные объекты. Например, такие, как реально существующие марсианские кратеры. Которые даже можно в реальности разглядеть с земли. Но, как я и сказал в начале, помимо крутого концепта NFT, у Mars4 имеется еще и довольно необычная система заработка, основанная на связке заменяемых и незаменяемых токенов. Ведь помимо коллекции из почти 100 тысяч NFT карточек, у Mars4 имеется и одноименный заменяемый токен, отчеканенный по стандарту RC20. Токены Mars4 можно, как и любую другую криптовалюту, использовать для совершения транзакций, торговли на бирже и так далее. Только в коде их смарт-контракта заложен налог на транзакции. Думаю, моим зрителям не нужно объяснять, что это такое. Раньше я выпускал довольно много видео о подобных токенах. Но для тех, кто не в курсе, кратко объясню, что налог это дополнительная транзакция, которая взимается с пользователей при каждой транзакции с токенами. И взимается она с самими токенами Mars4, помимо основной платы за газ в монетах ЕТХ. Конкретно в Mars4 размер налога составляет 4%. Распределяется он следующим образом. 2% автоматически добавляются в пул ликвидности на децентрализованной бирже Uniswap. А остальные 2% распределяются между всеми владельцами NFT токенов. То есть NFT от Mars4 являются утилитарными и позволяют вам зарабатывать на полном пассиве, просто храня их у себя на кошельке и получая за это регулярные награды с транзакций других пользователей. И только периодически клеймить доход. А помимо этого вы сможете с Mars4 зарабатывать еще и на перепродаже самих NFT другим пользователям. Хотя учитывая, что в будущем данные токены будут использоваться в плей-то-ерн игре от Mars4, то возможно более выгодным решением будет оставить их на долго срок. Плюс прибыль в Mars4 вам могут принести и вложения в сам RC20 токен Mars4. Ведь все NFT на платформе покупаются только за этот токен. А это значит, что с ростом популярности проекта будет расти и цена его токенов, когда все больше и больше людей захотят приобрести крутые марсианские NFT с пассивным доходом. Да и тем более постоянная накачка пула ликвидности с каждой транзакцией также будет способствовать постепенному росту цены токенов Mars4. А если вы хотите попробовать более простой заработок без вложений, то можете просто подписаться на социальные сети Mars4. Например, на их русскоязычный телеграм-чат, где регулярно проводят розыгрыши и дропы. Купить же токены Mars4 в данный момент можно на двух самых популярных децентрализованных биржах. Это Uniswap и SushiSwap. Цена у них как раз скорректировалась после начального взлета. Но в скором времени команда планирует добавить Mars4 также и на другие централизованные биржи. Плюс в будущем у Mars4 должна будет появиться возможность фарминга, поддержка других блокчейнов и DEX, собственная Play2Air наград с поддержкой VR и так далее. Что также должно будет поднять спрос на токены Mars4. Так что проект реально необычный и он определенно заслуживает вашего внимания. Но разумеется инвестировать я вас в него не призываю. Любые инвестиции в криптовалюту сопряжены с большими рисками. А мое видео это лишь мое мнение, а не финансовая рекомендация. Поэтому перед совершением любых вложений обязательно проводите собственные исследования. И на этом у меня друзья все. Удачи вам профита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok